Ну вот и все. Микроволновочка чистенькая, как новенькая. Все отошло, все очень хорошо, помылось. В общем, вот это средство хорошее. Если хочу что-то делать, я беру и делаю. Я хочу отдохнуть, я отдыхаю. В общем, я кайфую по-своему, вы знаете, просто балдею. Это жесть. Это жесть просто, как мне приходится с трудом укладывать волосы. Идем дальше. Я хочу вот этот квартальчик обойти. И в школу, в дома. Что тут у нас? Давайте посмотрим. Всем доброе утро! Начинается новый день и новый влог. Девочки, я чего-то сегодня проснулась на бодрике такая, выспалась хорошо. И что-то на засранку чистота напала. Я решилась сегодня уборкой заняться. Ну, в общем, надо постирать, пропылесосить. Я смотрю, пыль везде лежит. Вот. Я не знаю, вот эти вот дни, когда погода плохая, и дождливая, и ветреная. Просто вот хочется лежать под одеялом, не высовываться, холодно. И ничего не хочется делать. А сегодня, видно, погода уже получше. С утра уже, смотрю, солнышко светит. Сегодня, наверное, будет теплее. Наверняка будет теплее, чем вот предыдущие дни. Вот. Ну и праздники прошли. В общем, пора делами заняться. Может быть, кто-нибудь вместе со мной тоже уборочкой займется. В общем, короче говоря, стирку положила. Хочу постельное поменять, пропылесосить, пыль повытирать везде. Да и так вот надо помыть микроволновку. Туда-сюда заглянешь, везде там что-то мне уже не нравится. Уже где-то грязненько. В общем, сегодня у меня такой вот, ух, бодрячок. Сейчас пью кофе, запускаю стиральную машину и начинаю. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Ну вот, в комнате я прибралась. Какой-никакой порядок уже есть. Пойдемте на кухню. Девочки, такая грязная микроволновка. Микроволновка, это жесть. Сейчас я ее буду мыть вот этим вот средством для духовок и плит. Это фаберликовская. Ну, я микроволновку еще не мыла. Перчаточки надо надеть на всякий случай. И микроволновку выключить надо обязательно. Сейчас я вот это средство нанесу и несколько минут, пускай постоит, пусть пооткиснет. Ну, прошло минуты три, сейчас посмотрим. Уже легко отходит. Ну, все, немножечко, чуть-чуть потереть, немножко совсем даже. И можно будет уже вытереть на сухо. Вот тут чуть-чуть надо еще подержать. Ну, вот и все, микроволновочка чистенькая, как новенькая. Все отошло, все очень хорошо помылось. В общем, вот это средство хорошее. Сильно тереть не пришлось. Все, чистота, красота. Так, ну, вроде почти все убрала. Вот осталось еще пыль вытереть на вот этой полочке. И все. Там не столько вытирать, сколько все это надо прибрать. И буду отдыхать. А время только 11 часов утра, девочки. Проснулась я в 7. Видите, как быстренько с утра все делается. И запущу я вторую стирку, нужно будет постирать еще постельное белье. Ну, эта машинка сама справится, мое дело повесить. Ну, вот, чисто-чисто. Мне, кстати, выручает вот эта вот замша. Очень хорошо вытирает она без разводов. Окна, стекла, зеркала, мать-класс. Фух, девочки, я еще помыла общий коридор. Короче, у меня сегодня прям такой прилив сил. Ну, все. Уборку сделала, везде чистота. Свежий воздух. Я кайфую. Я очень с собой довольна. Я прям себя хвалю. Иногда бывает такое даже, да. Вот, сейчас пойду еще приму душ и немножко лягу полежать. Да, и пора уже, кстати, обедать. Но обед у меня есть, я готовить не буду. Разогрею только. У меня еще отбивные овощи есть. Вообще салатик сделаю. Покушаю. Буду отдыхать. Ну, а потом посмотрим, что будем дальше делать еще. Девочки, сейчас посмотрела влог дочки и почитала комментарии. У меня, кстати, сегодня вышло утром видео. В комментариях там задается такой вопрос. А почему вы так долго не у дочки? А вот как-то привыкли смотреть меня, что я там нахожусь все время, да. Почему я так давно к дочке не еду? Но я вам хочу сказать, это уже не первый вопрос подобного рода. Вот что я вам хочу сказать, девочки. Когда я у нее была, все время находилась, у меня спрашивали, а вы что там живете? А почему вы все время у нее находитесь? А почему вы за нее там все готовите, убираете и так далее? Ну, в общем целом, получилось так, что когда ребенок родился, Денечка, когда родился, я просто увидела, что, ну, дочке необходима моя помощь. Поэтому я отозвалась, сама вызвалась, так сказать, помогать. И приезжала к ней, в общем-то, в выходные дни. Но я еще работала тогда. Но я работала там три дня в неделю. Поэтому много у меня выходных было. Ну, и, в общем, приезжала в выходные. Была у нее очень много было нужно моей помощи, как говорится. Ну, и как-то так, вы знаете, вот это вот вошло уже туда, в общем-то, в привычку, наверное, не знаю. И я уже привыкла туда все время ехать. И дочка приехала, привыкла уже, что я по выходным все время там, да. Поэтому она знала, что я приеду там, что-то приготовлю, что-то там сделаю. И как бы, ну, как бы вот так вот получилось, что это уже была как, ну, моя задача такая, знаете, готовить там что-то, убирать что-то, помогать. Вот, ну, видите, вот говорили, что коронавирус, вот эта пандемия, вот эта наша вся самоизоляция, и когда она закончится, все уже не будет так, как раньше. Ну, вот так оно, видите, на самом деле и есть. Вот те семьи, где люди, знаете, вот в семье дома виделись редко, общались мало, допустим, где-то, да, с детьми тоже там, то родители на работе, то там ребенок в садике, то еще что-то как-то, вот, видите, на выходные я приезжала, дочки там тоже какие-то находились дела. Да, и, в общем, был какой-то такой вот порядок, какой-то такой уклад был в жизни, да. А сейчас вот так все поменялось. Ну, вначале я ей помогала, когда она переезжала с переездом, помогала ей вначале там быстренько сделать ремонт, чтобы хоть как-то сделать более-менее жилую площадь, чтобы можно было жить и чувствовать себя как в квартире, более-менее какой-то такой уютик создать, да. Вот. Потом там то одно, то другое, в общем, как-то я там зависла, застряла, и еще, и вот этот вот начался коронавирус, начался карантин, но никто не знал, сколько он будет времени длиться, да, поначалу уж там его на 10 дней вроде бы, да, объявили. Это был еще как конец марта, да. И мы вроде как решили, что, ну, чтобы уже там никто нигде не заражался, в общем, сидим вместе, допустим, там дочка, если нужно выйти в магазин, выйдет, а я как бы дома, ну, все вроде как-то началось так. Вот. А потом мы поняли, что, в общем-то, ну, тяжеловато вообще все вместе находиться дома одновременно, мельтешить друг перед другом перед глазами, при том, что ребенок постоянно дома, он все время внимания к себе требует. Вот. И у меня какие-то свои, может быть, знаете, методы там взгляда на воспитание, у дочки свои методы взгляда. Никогда я не навязываю свое мнение, ну, вернее, как мне бы не хотелось его навязывать, иногда получается это, ну, как бы сказать, ненароком, потому что, знаете, есть такое, вот у меня, например, есть такое, что мне иногда кажется, что вот лучше меня никто не может сделать. Вот. Вот. Как-то так. Ну, это может быть и неправильно, ну, вот так вот уже укоренилось у меня. Поэтому мы уже, когда поняли, что это все надолго и вместе там находиться нам, нет никакой такой необходимости. И я, честно говоря, подустала. Я вообще-то, честно, очень люблю находиться дома одна. Я уже говорила это не раз. Я не знаю, может быть, кто-то этого не понимает. Ну, когда я была молодая, мне тоже тянуло к людям, мне все время хотелось с кем-то общения. И одной находиться дома мне было скучно, да. Но я могла только если музыку там послушать или что-то. Но мне очень было необходимо общение с людьми. А сейчас наоборот. Я уже как-то от общения и устала. Я работала 8 лет последних, тем более я работала консультантом, продавцом-консультантом. И я уже там наобщалась в магазине вот выше крыши, честно говоря. Поэтому я дома кайфую. Я всегда найду чем заняться. Я, если хочу что-то делать, я беру и делаю. Я хочу отдохнуть, я отдыхаю. В общем, я кайфую по-своему. Вы знаете, просто балдею. От того, что я одна, я балдею вдвойне. Что меня никто не отвлекает. Что мне не нужно ни под кого подстраиваться. Я сама себе хозяйка. Вот вы не представляете себе, какой это кайф. Вот. Ну, и дочка моя, вот я смотрю, уже в этом влоге я посмотрела, что она тоже вот уже вкусила вот это удовольствие. Облагораживать свой дом. Готовить себе какие-нибудь приготовления. Что-нибудь новенькое там попробовать. В общем, самой себе устраивать свою жизнь. Да, немножко она себя загнала. Потому что у нее постоянно там и съемки, и ремонт, и то, и сё. При том, что все время ребенок. Нужно ребенку внимания уделять. Где-то там что-то снять, что-то смонтировать, что-то сделать. Ну, в общем, у нее очень много, конечно. Очень много дел и очень много она держит в голове. При том, что она очень требовательный к себе человек. Я тоже требовательный к себе человек. Но так как я уже сейчас понимаю, что я устаю быстрее, чем раньше. Я уже не могу сделать столько дел за раз, как я могла сделать это, ну, будучи помоложе. Поэтому сейчас, допустим, у меня есть какие-то там желания что-то сделать. Но я прекрасно головой понимаю, что желания может быть много. А по факту сделать я могу меньше, чем хочу. Поэтому я стараюсь сделать только в первую очередь, только то, что мне необходимо в первую очередь. Вот срочно, обморочно сделать. Ну и потом, чтобы что-то где-то не запускать, тоже что-то я могу сделать. Не могу, значит, я могу это отложить. Если силы есть, делаю. Желания есть, делаю. Нету сил, нету желаний, ничего не делаю. В общем, я сама себя научилась щадить. Чтобы вот так вот не загоняться, чтобы вот эта тахикардия не мучила там или еще что-то. А, кстати говоря, тахикардия тоже, она мне... Первые вот уже такие были как бы приступы тахикардии, это где-то тоже вот в возрасте где-то около 30 лет уже я чувствовала, что где-то там себя загоняю, где-то там перетрудилась, перенервничала или еще что-то. Я научилась себя беречь. И при том, что вот я же еще и вспомнила, что в 30 лет я ушла со сцены, я перестала петь. А тогда, когда я пела, вот в ресторане работала певицей, приходилось очень много иногда петь очень таких мощных песен. Вот Алла Пугачевой, там Айсберг, Паромщик, еще какие-то песни, которые мощные, выдаешь их, ну, как бы сказать, очень много энергии выходит у тебя вот вместе с этой песней. При том, что в ресторане, вы сами понимаете, эту песню могут заказывать там 5 раз, 10 раз подряд, кому-то там весело гуляется, они платят, и мы работаем, поем, отрабатываем эти деньги. Поэтому приходилось иногда вот так вот сильно, очень мощно выдавать эти песни. И потом уже где-то вот в 30 лет я стала чувствовать, что иногда у меня начинается тахикардия после мощной песни. Я просто уходила на кухню, спою со сцены, уходила на кухню, я чувствовала, что я задыхаюсь, у меня вот так вот сердце. Вот. У меня, конечно, были другие причины для того, чтобы уйти со сцены, но вот эта причина тоже уже дала мне знать, что как-то уже надо завязывать с этим делом. Вот так. Вот. Так что вот я дочке тоже посоветовала, когда она мне позвонила, она мне сказала, что вот такое самочувствие, я ей сказала, во-первых, разгрузи себя, давай отдыхай, прям вот забей на всё, отдыхай, никаких, давай себе ни мыслей, ничего. Потому что организм, он так устроен, что если ты организм сильно перетруждаешь и не даёшь отдыха и продыха, организм начинает заболевать. И у меня бывало такое, что я прям действительно заболевала, оказывалась даже на больничной койке, там с каким-нибудь воспалением или ещё что-то. То есть организм, вот, он тебя просто укладывает на больничную койку или просто в постель укладывает, когда ты организм сильно перенагружаешь также мозги, если тоже очень много работают, очень загруженные. Ну, это всё, целиком всё это влияет. Поэтому, девочки, отдыхать нужно вовремя. И нужно как-то распределять свои силы. Не надо всё это сразу очень сильно нагружать на себя. Как-то так вот распределить, вот то, что срочно сделать сейчас. Если есть силы, можно сделать ещё что-то. Нету, значит, что-то потом. Постепенно. Лучше делать каждый день по чуть-чуть, не накапливать дела, чтобы так сразу всё это делать. И тогда всё нормально будет. Вот, утром встали, пока свежие силы, раз-раз-раз что-то поделали. Потом отдыхайте, пожалуйста. До обеда управились с утра. И всё. И, в общем, и наслаждаться жизнью надо радоваться каждой минуте, радовать себя чем-то, даже искусственно радовать себя. Знаете, вот, брать и веселить себя чем-нибудь. Я иногда просто так на ровном месте смеюсь. А это вот я так сама себя, знаете, развлекаю. Стараюсь и вас тоже развлечь. Ну, я надеюсь, что я на ваш вопрос ответила, если вот кого-то интересует, почему я не у дочки. Потому что, во-первых, я у себя дома. Это должно быть так. Это так и есть. Это нормально, что я у себя дома. Если у меня дети самостоятельные и обходятся без моей помощи, это нормально. Так должно быть. Я рада этому. Я рада, что мои дети не нуждаются в моей помощи. Значит, они самостоятельные. Значит, всё у них хорошо. Вот. Я дочке сказала, если только нужна моя помощь или что, ты мне сразу скажи, я приеду. Если нет в этом необходимости, значит, вот ей хорошо. И мне хорошо. Всё прекрасно у нас, девочки. Мы всё время на связи. Мы, если что, мы созваниваемся, в WhatsApp переговариваемся, советуемся друг с другом. В общем, мы на связи постоянно. Вот. Ну, а то, что дочка моя самостоятельно там готовит, убирает, что-то складывает, она получает удовольствие от того, что находится дома, от того, что там сама всё вот уже на свой вкус делает. Не то, что там я сделаю. Не то, что я приготовлю. Не то, что я там как-то уберу. Она сама это делает с удовольствием и с любовью. Я рада. Ещё я рада, что, вот видите, наверное, благодаря вот этому карантину, она сейчас много времени, но она всё это время проводит с ребёнком. и они вот сблизились. Я это чувствую, что они сблизились. Больше стали понимать друг друга. Ну, Деня, конечно, ребёнок неспокойный. Он сам по себе очень энергичный и неспокойный. Конечно. Ну, а кто из нас спокойный? Дочка у меня была неспокойная, я неспокойная. Это у нас вообще такое, наверное, в роду. Дети, в общем, такие суетливые, неспокойные, всё время бегать, баловаться, прыгать, что угодно там, не знаю, кричать, пищать, в общем, шуметь, в общем, наводить шороху, да. Но то, что они стали ближе, это хорошо. И она даже сейчас, вот я посмотрела влог, она уже подумывает, если вот летом, допустим, откроют садик и отдавать садик или не отдавать садик. Ну, тут как бы 50 на 50, но с другой стороны, если им комфортно, вот вдвоём, и ей с ребёнком комфортно, то и, может быть, и не обязательно в садик отдавать. Пока лето, тем более. Потому что, если куда-то там поехать, ну, не знаю, в этом году уже, наверное, никуда никаких бассейнов работать не будет, но всё равно где-то можно будет выйти, там, на природу, где-то провести как-то время, я не знаю, чтобы не выдёргивать ребёнка, из садика. В общем, по крайней мере, видно будет, но то, что желание такое вот имеется, это уже, это радует. Ну вот, всё, что я хотела вам сказать. Буду читать ваши комментарии. Кстати, девочки, если у вас какие-то есть действительно вопросы, если ответ короткий, то я в комментариях отвечаю. Есть вопросы, на которые я просто вообще не отвечаю, потому что, ну, если какой-то глупый вопрос, я на него не отвечаю. А если вопрос такой заинтересовал меня, если вопрос такой, что и ответить на него коротко не ответишь, да, развернутый ответ надо, ну, я тогда стараюсь во влогах на эти вопросы отвечать. Поэтому, что интересует, спрашивайте в комментариях, пишите. Ну, а сейчас я завалюсь дальше что-нибудь смотреть. Если что интересное будет, скажу вам. Всем доброе утро, мои хорошие. Я вчера больше ничего уже не снимала, лежала, смотрела телевизор. Девочки, помыла голову сейчас. Мне все труднее и труднее укладывать волосы. Это жесть. Это жесть. Просто, как мне приходится с трудом укладывать волосы. Вот, вчера 12 число было, и говорили, что с 12-го вроде бы откроют парикмахерские, я так слышала. Я вчера пыталась дозвониться в свой салон, так не дозвонилась. Потом уже вечером я смотрела новости, местное время, и, в общем, ждала, пока что-нибудь скажет наш губернатор. В общем, в конце концов, выяснилось, что у нас только с 15-го мая откроются непродовольственные магазины, но только те, которые не находятся в крупных торговых центрах. Торговые центры пока закрыты. А со следующей недели, сказали, будут открываться уже парикмахерские и, в общем-то, ну, услуги для населения, там, ремонтные мастерские, там, какие-то ателье, что-то еще. Но со следующей недели не сказали, с какого числа. Не знаю, это будет с понедельника, это будет к концу недели, неизвестно. Еще неизвестно, вообще удастся ли мне записаться к своему мастеру. Мне неизвестно, выйдет ли моя мастер вообще на работу или нет. У нее все-таки двое деток маленьких. В общем, короче говоря, девочки, жду. Ну, буду ждать следующей недели. Буду пытаться все-таки пойти к своему мастеру, если она выйдет и будет работать. Ну, придется еще неизвестно, сколько времени терпеть. Просто, если она не выйдет, только тогда мне придется уже тогда идти в какой-нибудь любой салон и подставлять свою голову под неизвестно, какие руки. Потому что, если я попаду под такие неумеющие руки, вот как было у меня, пока в декрете была моя мастер, я ходила к другому мастеру. И после нее мне где-то, наверное, с полгода выправляла на прическу, чтобы прийти уже к тому, что мне нужно. Потому что там меня так обкарнало задешево, но ужасно. в общем. Ну что, мои хорошие, я сейчас пока что пью кофе и думаю, что сегодня я буду делать. Вообще, хотелось сегодня прогуляться, но там я вчера посмотрела прогноз погоды, что сегодня что-то у нас там и гроза, и дождь, и ветер, порывы до 23 метров в секунду. Вы представляете? Ужас какой-то. Ну, вроде пока что тихо на улице. Вот. Ну, я еще пока просыпаюсь, я еще не проснулась. Посмотрим, посмотрим. Ну что, девочки, вышли мы на прогулку. Решила я прогуляться. Кстати, видите, одела свой новый пиркид. Ох! На улице никого нет. С 9 мая нас всех обязали носить маски. Везде, на улице, строго-настрого. Ужесточились. То есть, немножечко что-то где-то отпускают. какие-то, блин, не могу говорить. Где-то послабление дают, а где-то ужесточают. Вот так вот. ничего правильно. Маски, перчатки. В транспорт нельзя, в магазин нельзя без маски заходить. Вообще, штрафы от тысячи до 35 тысяч рублей. будут штрафовать. Но у нас тут полиция не очень-то в районе ходит. Это, скорее всего, в центре где-то может быть. Потому что ну, что тут спальный район. Так, сегодня пойдем мы с вами прогуляемся на другую сторону дороги, там, где большие дома. Кстати, у нас Александровка, она разделяется на частный сектор. Вот. Вот внизу, сзади меня, там частный сектор. А впереди уже большие дома все. Там частного сектора нет. Ну, там тоже есть на что посмотреть. домочки. Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И я ушла Ну, виделись через забор Глаза стоят Кстати, посмотрите на мой прикид Как я сегодня оделась Я одела ту ничку, которую, видите, я вам показывала в осыке И вот такие штанишки нашла По цвету, которые походят По цвету подходят Они такие же персиковые Вообще сегодня прохладненько Хочу вам сказать В общем Максимум 17 градусов будет И вот ветерочка, если бы не было Была бы очень комфортная погода А так как ветерочек подует Даже несмотря на то, что у меня такая вот Тепленькая ту ничка Футер начос внутри Вот Из-за этого Немножко поддувает Идем дальше Я хочу вот этот вот квартальчик обойти Ну, школу, дома Что тут у нас? Давайте посмотрим Ну, что я вижу? Ремонт обуви и одежды Закрыто Салон красоты Закрыто Ну, дальше у нас мебельный там магазин Тоже закрыт Посмотрим, что дальше Я вижу магазин хозяйственный Тазики, лаки, краски Средства от тараканов Посуда Люстры Ну, там написано Стучите Так, дверь приоткрыта на цепочке Ну, что-то никто не заходил Ну, людям нужно же как-то торговать Правильно Хоть через дверь, хоть так Выживать людям приходится уже Так, дальше у нас пункт скорой помощи Делают дезинфекцию Кстати, тут у нас обычно стоят Скорые машины Скорой помощи Ну, вижу только одна Так Канцтовары Ну, там я вижу люди есть В магазине Антисептик для рук есть Так, ну, тут магазин пустой Арендуют Арендуют Сдают на аренду Маленький такой стихийный рыночек Посмотрим, что у нас там есть Ну, у нас там есть фрукты Овощи Хлеб Выпечка я вижу Колбасные разные продукты В общем, так Возле дома Так сказать Ну, в общем, там ничего такого особенного нет Вот мы уже идем Школа теперь у меня с левой стороны Видите, сколько зелени Какие красивые зеленые олейки И, кстати говоря Вот тихо тут И свежий воздух Наслаждайтесь, мои дорогие Вот А клубничка в этом ларьке 400 рублей стоит А там, где я брала 350 Ну, клубника краснодарская Она сладенькая В заборе дырка есть Можно туда зайти Но я туда не пойду Вон они, футболисты Бегают А то еще заругают Сделать, что ли, селфи Где-нибудь вот На фоне зелени, да? Вот так Лохматая Не могу, девочки Ну, не обращайте внимания На мою прическу Я сама в ужасе Ну, идемте дальше Ну, тут машинки Немножко ездят Ну, так Немного сейчас Девочки Кстати, вот Хочу сказать Вот эта вот туничка Футер-начес Я, честно говоря Не обратила внимания Что это футер-начес Поэтому заказала 52 размер Но это должно быть Оверсайз И она на меня Немножечко Как-то впритык Ну, не жмет Ну, вот я не люблю Когда вещи впритык При том, что Оверсайз Он же вообще должен быть Свободным, разлетайкой Поэтому, если кто-то Будет заказывать Вот такую туничку Но так-то она классная В ней комфортно Вообще Приятный материал И цвет Хотя там цвета По-моему, разные есть Заказывайте на размер больше А может быть Даже на два размера больше Потому что Пока она не стиранная Я ее одела Она на мне сидит Вот, знаете Как 50-й Хотя это 52-й Вот После стирки Она может сесть И тогда будет Не очень комфортно Так, ну все Мы выходим на проспект И пойдем В обратном направлении И вот у нас Александровка Она, в общем-то Это такое Раньше, знаете Была станица Станица Александровская Была, что ли Ну, потом город Разрастался Ростов-на-Дону И уже Станица осталась Вот в Нижней Александровке Там частные дома Хотя бы над дорогами Поставили уже Ну, тоже частные Но там уже построили Такие большие дома В общем, сдают в аренду Магазинам Отелям И много Много разного Там понад дорога есть А на этой стороне Здесь вот Пятиэтажные дома В начале Александровки Двухэтажные Еще хрущевские дома Вот А уже дальше Туда к концу Александровки Там уже идут Девятиэтажки И выше дома Уже более современные Построены попозже Вообще мне нравится То, что у нас тут Такой широкий проспект И вот Дороги идут Видите Аллея разделяет Правую и левую полосу И это очень удобно Вот я люблю здесь ездить Видите Магазины, магазины, магазины Понад дорогами А за магазинами Просто частный сектор Ну вот он Наш проспект Сороколетия Победы Вообще живя Вот в этом районе Можно даже И в город Не выезжать Потому что Все необходимые Магазины Ваш дом Там стройматериалы Можно купить И вообще Куча разных Других Магазинов Услуг В общем Все, что хочешь Все можно купить Здесь Нет ничего такого Чтобы можно было Вот здесь не купить А купить в центре Можно безвылазно Вообще Из своего Спального района Не вылазить Вон Видите Сколько магазинов Магазинчиков И небольших Кстати В которых Все есть Вообще Самое главное Что это Все таки Такой зеленый Район Мне он Очень нравится Видите Все под боком Шинный центр Далеко не надо Ехать Резину поменять Прямо рядом Машин Очень мало Машин Вообще Можно сказать Очень Очень мало Ну что Мои хорошие Вот я и добралась До дома Прикупила зелень По дороге Помидорчики Зелень на салате И пойду Сейчас Скушать Ну на этом Я хочу Своё видео Закончить Кому видео Понравилось Ставьте лайк Подписывайтесь На мой канал И до новых встреч Пока-пока